Всем доброе-доброе утро. У нас сегодня просто потрясающий расцвет. Мы вышли гулять с Мишаней. Всех поздравляю с Рождеством. Сегодня у нас 7 января. Фух, чуть-чуть запыхалась. Сегодня даже потеплее, чем было там вчера и позавчера. Какие у нас на сегодня планы? Сегодня у нас есть семейная традиция. Каждый год 7 января мы с родителями всей семьёй лепим пельмени. Поэтому по традиции мы поедем к родителям на пельмени, а вечером к нам приедут в гости ребята. Поэтому я буду готовить два салата, горячая. Какие-нибудь бутерброды. Так что всё вам покажу, расскажу. Всем хорошего дня. Просто как красиво. Вообще и Михрюнечка бегает. Кирилл изолировался. Хорошо Мишустику. Солнце сегодня такое вообще здоровское. Приехали к родителям. Ему бутылочку шампанского. Мама тут тесто замешивает на пельмени. Тут уже фарш накручен. А зачем вам массу, если целое масло ещё есть? Мало. Как запас. Мало. Вот это пойдёт, Жара. Мы купили, нет? Мы купили всё, что нам было сказано. Муж, как думаешь, сколько получится штук? Наверное, много. И Ваша, как думаешь, сколько получится штук? За 200? За 200? За 100 это точно. Какие руки я так и не завелась? Завелась. Инструмент можно. На баконе тебя ждёт. Вместе с зажигалкой. У нас все обязанности поделены. Я занимаюсь фасовкой мяса. Папа катает. Кирилл, Ваня и мама лепят. Но мама ещё раскатывает на вот такие штучки, чтобы папа их раскатывал. Вот так что у нас все при деле. Что они тут? Если плохо клеится, значит что? Правильно. Много муки. Вот. Не много мяса, а много муки. Ну хорошо клеится. Вот они, пельмешки у нас. Получилось 251 штука. И вот здесь вот тоже ещё. Но на самом деле это немного. Нам на пятерых где-то по 15-20 штук съесть. Это вот два раза покушать там и ещё раз двум людям. Двум-трем человекам. Всё. Сейчас будем варить и стол накрывать. Вот такой получился стол. Бутерброды с икрой, селёдка под шубой, мясная нарезка, тут всякие соусы для пельменей, алкоголь. Безалкогольные напитки внизу стоят и пельмени. Всем, кто кушает, приятного аппетита и с Рождеством вас. С Рождеством! Ура! 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 Вернулись мы домой от родителей. Что-то так утомилась. Так устала. Особо ничего не делала. Но всё равно устала. Так что сейчас льва. Может быть, уснула. Ещё по дороге, знаете, уснула. Вообще расклеилась. Поэтому такой свет приглашённый в сон склонит. Так что думаю, что сейчас полежу чуть-чуть. Может быть, даже усну. Так, всё. Мы договорились во сколько приедут ребята. Поэтому я начинаю готовить. Я уже поставила жариться куриную грудку на Цезарь. И отбила мясо для запекания. Что у нас будет на столе? Значит, из салатов будет греческий салат. И будет Цезарь. Ну, Оля Цезарь. Как вот делаю я его. Из бутербродов будут бутерброды со шпротами. Бутерброды с икрой. А достала ли я икру из холодильника? О, из морозилки. Минуточку. Ситуация не очень хорошая. А что тогда делать? О, будет, значит, с рыбой. Если с икрой нет, может попробовать достать её. Может быть, разморозится. Попробую достану. Может быть, разморозится. Но что я не думаю. Ну, ладно, бывает. Ничего страшного. Так вот, что ещё будет на столе? Может быть, овощей нарежу. Овощи есть. И ещё хочу натереть пармезан. И сделать с майонезом и на помидорку. У меня так Кирилл любит очень. В общем, просто я не вижу смысла делать очень много. Так как не особо кушают много. Почему-то. Хотя все так ждут праздников. А по факту, когда в гости приезжают. Даже вот мы на Новый год приехали. Что к родителям, что к друзьям. Много и не ели. Потом доедали. Ой, какая так с укрой долыханулась. Ну ладно, ничего страшного. И на горячее будет мясо по-французски. И вот я купила бэйби картофель. Сейчас я его помою и специями. Всякими зеленушкой, петрушкой. И чуть-чуть масочком. И буду потом всё вместе запекать на противень. Вот. Вот примерно у нас такое меню. Так что, что получится, покажу. А, сладенькое привезут ребята. У меня подруга там сделала меренговый рулет. Ммм. Вкуснятина. Так что всё. Приступлю к готовке. Картошку я уже хорошо намыла. И специи вот у меня есть вот такие. Вот ещё, наверное, добавлю именно вот эту. Не для соуса, а для картошки. Я вообще думала, что у меня есть какой-нибудь типа итальянские специи. И вот оливковое масло. Сейчас всё закину. Добавлю масло, перемешаю и к мясу. И вот перекладываю картошку. Красота. Здесь будет ещё майонез, помидорка, моцарелла сверху. В общем, пошла заготовка. Так как один из салатов у нас будет Оля Цезарь. Соус я делала вот по этому рецепту. Используя вот эту приправу. Только тут написано, что майонез, а я миксую. Сюда у меня идёт куриная грудка, ну или креветки, черри, айсберг и соус и пармезан. Вот. Так что сейчас буду делать соус. Кто-то к нам пришёл. Скажи опять это с камерой. Скажи, что у меня получилось? Корейческие. Мясо, картошечка. Оля Цезарь со шпротами. Питьё. Вот такой вот стол. Это просто дети будущие, которые уже с двух лет знают, что это играть, что это приставка. И в миг с ней играют. Кушаем всё. О, у нас там вещи валяются. Ну ладно. У всех бывает бардак, да? Стадии подготовки к рождению. Да нет, там печи Кирилл сушил с сушки, достал. У нас двое. У вас тут такие дабы. Видите, что вырваются. Медовые какие-то такие. Пятёрка. Медовые. Они сейчас ещё и по спидке. Я набрала, сразу не тянет. Мы сейчас взяли 4 пачки сразу. Они очень вкусные. Можно просто так сидеть. Понятно, надо было не корнуть. Едем в подвале потихоньку. А то он второй раз уже берёт. Клеп. И вода с плесенью причём. И сыр тоже с плесенью. Сыр с плесенью не ел, не успевал. И вино старое, да? Вино на балконе просто так лопается. Ваша бутылка взорвалась. Можете годичного вина. Абрау. Да? Что она взяла? Абрау взорвалась. Байк, потому что без аркона. Мы же когда уехали, мы никуда не собираемся. Ну как, мы собираемся куда-то погулять. Женя думал, ну куда-нибудь он, короче, устроился. Я хочу заявить. Вот почему у девушек куда-нибудь погулять? Лето там, балканский, торговый. Почему? Не, я думала бы в гости погулять. В минус 30 погулять. А в 2 лет мы поехали? Нет. Мы поехали в лето. Ну там погуляли, короче, ничего нам не понравилось. Раскровались, что... Почему куртку не понравилось? Ну куртку купили, окей. Все разъехали. Ну уже все, праздник закончен. Женя у меня уже закончила сферику, скандал. Что все, праздник прошел. Ну поехали в Гачино, окей. Время 6 вечера. Нафина ехать, спрашиваются уже. Ну что там делать? Мы едем. По трассе как раз на Нагачино. Мы с ребятами договорились же. Нет, Тихо. С Агустином. Да. Меня как сказали, да это ты со всеми договорился. Никто не договаривался. Никто не договаривался. Нет, мы сейчас договорились. Во! Во! А это не я, долбаю я. А я подумала, что никто не договаривался. А мне сказали, что это я. Я даже еще, когда родители, типа, ну... Ну, мы с родителем вов-то ездили. Я так думаю, блин, а мы же с вами собирать Агустинов есть. Я так думаю, ладно, вы не пишете, значит, у вас другие планы. Потом я, потом бы вообще... Я ей говорю, напиши Маше. Она говорит, что я ей напишу, они с родителями уехали. Это ты бы вообще не придумывал, блядь. Я так и сказала. Я тебе отвечаю. Я говорю, ладно, хорошо, поехали. С кем можно в ФИФУ поиграть? Конечно же, с маленьким ребенком. Да. Ну, тренируйся, муж, тренируйся. Ты синенькая, если что. Нажимай, но почти обязательно. Вот на 3, да. Это вот к вопросу ребенок двух лет сам знает, что с этой игрой, что это приставка, что с этим нужно играть на телепизоре. Я не знаю, где она в мультиках увидела или как. Не знаю, она тебя увеличила. Там наша гора одежды на пленальном столике. Кирилл Саныч решил взять, одеть ребенка. Пока в нога пошла там, где рукав. Но трусики сменили уже хорошо. Муж, все впереди. Все, скажи, все нормально, да? А там ничего больше не надо есть. Васюш. Васька, синий, лежите, хорошо, скажи. Все, обувь. Молодец. Шапка. Все, пока-пока, Васюша. Пока-пока-пока. Все, ребята уезжают. До дома, до хаты. Хорошо, хорошо, пока-пока. Ждем видео. Да, да. Как вы откусываете. Все, пока-пока. Пока-пока. 500 раз еще, да? Все, вот и остались мои дни. Что-то мне тут испачканно. Поводим. На, Михрюнь. Все, пойдем убираться теперь. Все, вот и 7 января подходит к концу. И праздники уже тоже заканчиваются. Завтра уже последний день. Завтра, скорее всего, мы будем чисто дома. Ну, в общем-то, что будет завтра происходить, я вам все покажу. Так что всем до завтра. И пока-пока. Стоят, штут, гуляют мои пупсики. У нас сегодня супер снежная погода. На, Михрюнь, пойдемте? Вообще прям снегопад. Всем доброе утро. Хотя уже не утро, уже день. Первый час. Мы вот вышли на улицу погулять с собакой. И нужно дойти до Валкариса, забрать заказы. Ну, погода сегодня не холодно, но очень снежно и ветрено. Так что идем, гуляем. Хочется домой. Снеговичок мой. И второй. Все упаковываем. Дома покажу, что забрали. Распаковка от Кирилла Александровича. Это наклейки на стену. Не надо их пока открывать. Мы клеить пока не будем. Я думаю, что попозже сделаем. Это моя кофта. Ну, можно не открывать. Ну, открой, покажи. Ну, просто такой базовый лонгслив. Это без галтера для кормления. У меня есть такой белый. Купил еще черный. Ну, а это... Это белые... Как их короткие. Вот как у нас на вот этом комодике. Только вместо серых будут белые. А они уже некрасивые, старые. Они из другой ткани. Из такой моющейся. Но пока я очистила память. У меня ресницы из-за снега слиплись. Пока очистила... Освобождала память. Кирилла померила. Они нам не подходят. Так что будем сдавать их. Очень жалко. Стоимость у них тоже немаленькая. Каждые вот такие две коробочки стоят больше тысячи рублей. Ну, ладно. Буду искать поменьше. Это наполнение для комоды икеевское. У нас такие же. Ну, типа не икеевское. Ну, икеевское. У нас такое же в нашем комоде. Ну, вот. Сюда влезет. Да. Сюда лучше. Сюда, наверное, сюда. Или... Да, нет. Надо просто подумать, как расставить лучше. Потому что еще осталось вот это. Вот это. Она взяла несколько наборов. Плохо то, что не прям до конца. Там место свободно. Туда еще вещи можно положить. Ну, как-то они не очень подходят под размером. Надо замерить все-таки. Ну, мы их оставим точно. Они очень удобные в нашем комоде. Они идеально встают. А здесь большие... Маленькие. Завтрак, обед. У нас сегодня будет такое. То, что нужно доесть со вчера. Середку мама передала. Хлебушек. Чуть-чуть салата, огурчики. Так что... Всем докушать. Приятного аппетита. Зай, пойдем кушать. Я тут решила посмотреть, что у нас есть 56-62 размера. Вот это все. Вот этого размера. Ну, я думала, что у нас как-то поменьше. Но я думала, что нам хватит. Потому что вот эта вся гора, это уже 62-68. Вот этот, наверное, мы будем использовать на выписку. Это моя мама купила для внучки. И я думаю, что вот вместе вот с этим комплектиком пинетки, комбинезон и еще конверт. И будет хорошо. Вообще сейчас праздники закончатся. Я начну уже перестирывать вещи. И соберу в сумку в роддом. Потому что у меня пошла 36-ая неделя. Хочется, чтобы 37-ой уже все было на всякий случай готово. Хотя я думаю, что я буду ходить прям вот до своего срока. А то и перехожу. Но пусть все будет готово уже к появлению дочи. Так что сейчас пересматриваю. Думала, может, что подкупить нужно. Но я думаю, что ничего не нужно. 56-ого размера хватит нам. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 этих слипиков. Точнее, нет. Слипиков 6 у нас. 56-58. И два набора. Это бодики плюс штанишки. Думаю, что хватит. А все остальное. У нас так много одежды. 62-го размера накупили. 62-68. Ну, хорошо. Будем модничать. А вот это, это все, что у нас есть. 62-го размера. 62-68, который идет. Вот этот комплект. Вот этот мне очень нравится. Мне кажется, он такой красивый. Он еще и на молнии. Будет очень удобно. Еще шел с такой повязочкой. Это вот моя мама покупала. Вот этот комбинезон на весну будет вообще идеально. Вот этот тоже моя мама покупала нам. Да и вот этот костюмчик тоже моя мама купила. Тоже классненький. Тот набор я вам показывала. И вот эти два набора. Кофточки и штанишки. Я сначала маму, говорю, захейтила. Какие-то не очень. А сейчас смотрю, такие вроде симпатичненькие. А они тоненькие. Хорошо, что они у нас есть. В общем, вот такой у нас пока набор. 62-68. Ну, тут, конечно, всякие носочки, шапочки, пледики. А, вот еще что-то, походу. А, вот еще набор бодиков был. Тоже 62-го. Значит, у нас еще три слипика. Не бодика, а слипика. Значит, 62-68 нам точно хватит. Я считаю, что даже многовато. Ну, отлично. Больше из одежды покупать точно пока ничего не будем. Этого вполне, я думаю, что хватит. Единственное, что вот посмотрел, что у нас нет совсем чепчиков. Так что чепчики сейчас закажу. А так просто супер. Все-таки вышли мы куда-то сегодня. Поедем, доедем до рынка. Там продают рыбу. Я вот вам его уже показывала. Там ее и почистят. И разделят уже. Разделывают на филе. И сегодня вечером буду запекать рыбу. Видео заблокировано. Вот. Так что, такие филы. Так что, такие филы. Купили баночку краба на пробу. Так что, сейчас будем пробовать. Никогда не ели. Вот именно настоящего. Посмотрим, есть разница с крабом палочкой. Ну, конечно же, есть и с крабовой палочкой. Это не крабовые палочки. Ну, в общем, попробуем. Так, ну что. Давай, на. Ну, вкусно совсем отличается. Ну, они плотные. Соленовато. Нормально. Очень вкусно. Очень вкусно. И чтоб цена была пониже. Очень, очень вкусно. Вообще балдешь. Ммм. Ммм. Ну, это. Очень вкусно. В общем, тот, кто не пробовал. Взять на пробу точно нужно. Попробовать. Но, на постоянку, конечно, покупать не будешь из-за цены. Вот. Но, мы хотели попробовать. Будем знать. Вот такой у нас сегодня будет ужин. У меня будет рыба с салатом. А у Кирилла рыба, рис и салат. Так что, всем, кто кушает, приятного аппетита. Какой-то у нас сегодня день совсем домашний. Мы особо никуда не ездили. Только в магазин. Погуляли с менюшкой. На часах уже 11 часов. Так что, я сейчас уже пойду мыться. И буду ложиться спать. Спасибо, что посмотрели этот ролик. И всем пока-пока.